У вас перерыв между двумя высшими образованиями. То есть, сперва вы получили квалификацию преподавателя математики, а потом, четыре года спустя, поступили в МГИМО. Я поступил через два года после завершения университета, первого образования. В 1999 году я защитил кандидатскую диссертацию, а в 1998 году я поступил в МГИМО, а закончил в ВУЗ в 1996 году. Поступление было связано с тем, что нужны, я понимал, дополнительные знания. Управленцы? Управленцы. Поэтому решил поступить в МГИМО, получил второе высшее образование в Институте государственного муниципального управления. Действительно, очень серьезная была подготовка. И это очень многое сейчас дает. Возглавляя Рособорнадзор, мне, конечно, нужны знания в области педагогики, в области образования и управленческие знания. А тема кандидатская? Тема кандидатская – методика работы с отстающими, учащимися по математике и с использованием технологии мультимедия. А докторская? Докторская была посвящена профильному обучению старшей школе. Я в то время уже работал в Министерстве образования и вел такой большой проект по ведению профильного обучения, профессиональной ориентации, предпрофильной подготовке. Тогда мы вводили независимую итоговую аттестацию после 9 класса. И, собственно говоря, вот этот опыт, который был накоплен в ходе проекта, действительно, это было очень актуально, потому что после 9 класса ребенок уже примерно понимает свой профиль, естественно, научный, гуманитарный, или, если он не определился, общеразвивающий профиль. Была новая структура байсного учебного плана разработана, были отобраны регионы, и я решил обобщить весь опыт и защитил уже докторскую диссертацию. Очень хорошее впечатление. Интересно вспомнил юность свою. Поэтому спасибо. Все вопросы абсолютно правильные, интересные. Я готов на любые вопросы отвечать, поэтому для меня не было какого-то дискомфорта.